Так, следующая тема это классификация информационных технологий. То же самое, я немножко отступлю, может быть, от классической формы преподавания этого материала. С одной стороны, потому что его можно будет прочитать в лекции на нашем сайте. С другой стороны, так как вы вечерники и у нас с вами по сравнению с дневным временем мало общения, мне, собственно, хотелось бы дать самый такой лакомый, самый сложный материал. И вот в чем заключается этот материал. Если мы с вами каким-то образом захотим проклассифицировать информационные технологии, а нам нужно их проклассифицировать с одной стороны так, как это делают информационщики, айтишники, а с другой стороны так, чтобы нам, психологам, была понятна вот эта классификация. И вот, ну, прежде всего, существует огромное количество классификаций технологий. Мне хотелось бы остановиться на одной из них. Значит, все информационные технологии условно можно разделить на функциональные и операциональные. К функциональным можно отнести, например, телекоммуникационные технологии. То есть, они выполняют функцию передачи информации по телекоммуникационным каналам. Дальше. Технология, например, автоматизированного офиса. То есть, в офисе у нас стоит факс, компьютер, интернет и так далее, и так далее, и так далее. Вот, когда программное обеспечение обеспечивает обмен документами, организация. То есть, еще организация находится в разных городах, то вот этот процесс, в общем-то, оптимизируется. И, в общем-то, таких вот функциональных информационных технологий мы можем по-разному их дробить, по-разному называть. И мы ими сейчас пользуемся. Вот, все очень хорошо. Но мне хотелось бы остановиться на операциональных информационных технологиях. В данном случае, они нам больше понадобятся. По меньшей мере, потому что при помощи этих операциональных информационных технологий мы можем моделировать вот эти вот процессы. Ну и самая первая технология, которая в этом плане существует, это информационная технология обработки данных. Информационная технология обработки данных. Ну, давайте мы их вначале запишем, их всего три. Следующая идет, информационная технология поддержки принятия решения. Вот чувствуете, да, решение принимается, да, это информационная технология, которая поддерживает это принятие решения. И следующая, информационная технология экспертных систем. Или в скобочках мы поставим искусственный интеллект. Вот мы посмотрим, как в психологии можно применять эти технологии. И, соответственно, с точки зрения психологии, как их вообще можно объяснить, подойти к ним. Информационная технология поддержки принятия решения. А последняя? Экспертных систем или искусственный интеллект. Итак, первое. Значит, вот мы, по сути, с вами всей этой технологией очень подробно будем заниматься в рамках нашей дисциплины математическая статистика. На втором курсе, когда вы будете учиться, у вас будет дисциплина математические методы в психологии. Так вот, математические методы в психологии, вот тот материал, который мы будем с вами изучать, он, по сути, относится вот к этой информационной технологии. Информационная технология поддержки принятия решения. То есть, математические методы в психологии. Вот эту тематику мы с вами проходить не будем. Это уровень уже минимум магистров, максимум аспирантов и дальше. Но если кому-то интересно, можно будет углубиться и в нее. Но мы о ней немножко поговорим и, собственно, даже на наших практических занятиях немножечко ее затронем. Просто мы ее не будем применять в ваших научных исследованиях полномасштабно, что ли. Мы не будем с вами использовать программное обеспечение экспертных систем. Ограничимся достаточно простым программным обеспечением, которое решает вот эти задачи. Но на нашей непосредственной вот этой вот дисциплине информационной технологии в психологии мы с вами вот эту технологию зацепим. То есть, у нас немножко пойдет все наоборот. Мы с вами вначале проработаем самое сложное, потом вернемся к простому и потом немножко усложим. Итак, в чем заключается информационная технология обработки данных? На математической статистике мы будем эти вопросы рассматривать более подробно. Ну вот давайте мы с точки зрения физиологии, с точки зрения психологии рассмотрим такой процесс. Если мы говорим, что психика это отражение явления объективного мира, то насколько это отражение мы можем промоделировать? Ну, например, вот темный шнур, мы его сейчас все видим. При каких условиях мы его перестанем видеть? Да, то есть, если освещение будет снижаться, отражение света от более светлых участков будет ухудшаться, ухудшаться. И, наконец, наступит такой момент, что отражение от светлой стены и отражение от темного провода станут одинаковыми. И наши сенсорные клетки на сетчатке глаза перестанут различать вот эти два цвета. Вот в этот момент мы перестанем различать. Так вот, в психологии есть такая наука психофизика. И вот в этой психофизике есть такая задача простого развлечения. То есть, как выявить этот порог простого развлечения? То есть, где различается, а где уже не различается. И вот на математической статистике мы с вами этот математический аппарат будем изучать. Вы будете решать задачки. Естественно, оказывается, на основе этого аппарата построена практически вся математическая статистика. И мы с вами будем моделировать этот процесс. Сейчас я только лишь скажу, что как раз когда мы говорим об ощущении, мы по сути с вами на математической статистике будем моделировать вот этот этап. С другой стороны, та же математическая статистика, она по сути построена на двух основаниях. Или сравнение, или развлечение. Вот задача простого развлечения. Или выявление каких-то связей. Зависит ли один процесс от другого, один параметр от другого и так далее. Это мы будем все рассматривать в рамках вот этой информационной технологии на вот этой статистике. Дальше. Информационная технология поддержки принятия решений. В чем она заключается? Она заключается в том, что мы будем с вами моделировать. Моделировать по сути весь вот этот процесс. Каким образом? Дело в том, что современный мир позволяет нам за достаточно, скажем так, небольшие деньги приобрести компьютер, загрузить в него соответствующее программное обеспечение, и по сути сделать ту работу, которую раньше бригада математиков выполняла минимум одну неделю. То есть раньше для того, чтобы помочь принять решение психологу-исследователю, психолог-исследователь должен провести какие-то измерения, потом эти данные отнести математикам. Математики при помощи методов анализа многомерных данных, там неделю сидели, корпели над этими цифрами, и, наконец, приходили к психологу и помогали ему принять решение о том, что он там намерял. И вот, собственно, мы с вами уже в рамках вот этой дисциплины будем изучать и эти методы, и учиться вот это вот моделировать. И, наконец, последняя в нашей классификации информационная технология, экспертных систем или искусственный интеллект. И вот давайте мы здесь сейчас остановимся сначала на таком понятии, как интеллект вообще, что это такое. Естественно, я понимаю, что вы первый курс, у вас первое занятие, поэтому и даже понимаю следующий момент, что многие из вас поступили в психологический вуз, ну, скажем так, под воздействием так называемой житейской психологии. У вас уже введение в психологию было занятие? Нет? Ну, вот там вам должны будут рассказывать, что психологию можно разделить по меньшей мере на три группы. Житейская психология, академическая психология и научная психология. И вот многие из нас, из вас и я, в том числе, заинтересовавшись в свое время положениями житейской психологии, вот, пришел в академическую психологию, и вот вы будете здесь все эти 4-5 лет изучать академическую психологию, да, и будете, может быть, даже иногда говорить, ну, вот, когда мы читали книжки всякие популярные про психологию, было так интересно, а тут нам так нудно все рассказывают. Вот. Но самое страшное наступит, когда вы дойдете до выпускной квалификационной работы, и оказывается, что, а защищать вы будете научную психологию. То есть, житейская психология вас сюда привела, академическую психологию вы здесь будете изучать, а научную психологию будете защищаться в рамках научной психологии, в форме выпускной квалификационной работы, где вы должны будете показать по меньшей мере знания вот этого. Вот. Если вы еще пока знания вот этого, это вообще стопроцентная пятерка, да, вот, ну, вот это не показываете, потому что про это психологи сами еще не знают. Вот. Поэтому лучше не демонстрировать. Вот. Итак, давайте мы с вами остановимся на таком понятии, в начале вот именно с точки зрения житейской психологии. Что такое интеллект вообще? И потом перейдем на что такое искусственный интеллект. Способность манипулировать накопленным опытом. Инчилект. Знание. Так. Годится еще. Делать выводы. Ну, вот, ну, возьмем, так скажем, собачки, кошечки, да, они же, собственно, вот, накапливают опыт и луком это применяют. Можно ли их поведение назвать интеллектуальным? Нет. Нет. Кстати, сразу, вот, сразу, запишите себе очень интересная книга, где уже, наверное, насчитывается лет сорок, как она вышла, но, честно говоря, остается у нас в стране один из лучших учебников по общей психологии. Так и называются лекции по общей психологии. Автор И. Тельсон. Если мне не изменяет память, Лев Борисович. И. Тельсон. Такая толстая книга, продается во многих магазинах, вот, лекции по общей психологии. Вот он там очень-очень красиво рассмотрел вопросы переработки информации в поведении. И вот у него очень красиво описано, вот, чем отличаются наши рефлексы от научения, от интеллектуального поведения. Так вот, интеллектуальное поведение, по крайней мере, вот, исходя из лекций Интерсона, это некое умение моделировать, прогнозировать будущее. Ну, как пример, допустим, вот, ну, прям как по Библии, да, и птички тоже строят себе домики. Вот. Ну, даже у ласточек, да, которых вот чуть-то не символизируют какие-то символы строителей, да, вот, мы у них не видели гнезд с колоннами, с кариатидами, да, вот, не грешь там про всяких атлантов из стердобольского гранита, как вот у нас около Эрмитажа, да, то есть, нету такого. То есть, только человек мог создавать подобные творения, да. Следующий момент. Интеллектуальным поведением называют поведение, например, в экстремальной ситуации, когда человек должен принять решение не только в дефиците, в условиях дефицита времени, да, но и в условиях дефицита информации. Ну, дорастить эту информацию. То есть, он знает, что вот там, 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 вот тут было то-то, то-то, вот это разведчикам, например, присущие, да, аналитическое мышление. Он где-то там подслушал этот разговор, где-то тут, где-то там, да, у него в голове это все сложилось. Ага, скорее всего, вот, нападут 22 июня. Вот, и тут же программа Юста с центром. Вот, откуда ты это взял? Ну, тут приходится перепроверять. Вот пока перепроверяли, война началась. Вот, понятно, да, то есть, вот, и вот интеллектуальное поведение, в общем-то, достаточно интересная форма поведения, но до сих пор еще четкому определению, что же такое интеллект человеческий, собственно, так еще и не сформулировано. А вот с искусственным интеллектом получается немножко попроще. Вот, что такое искусственный интеллект? Может, это, в каком-то, даже фильм Спилберг снял про искусственный интеллект. Как там, мальчик бегал-то на туману, искал, нашел мишку какую-то, они с ним где-то там бродили. Вот такой весь, такой слезовышибающий фильм. Вот. Где там, правда, интеллект проявился, я не понял, вот, с точки зрения ни житейского, ни технического. Ну, фильм красивый выдался, да. Вот. Слезу вышиб, в конце концов. Ладно. Зачет. Вот. А вот в технике, в автоматизированных системах что считается искусственным интеллектом? И хотя бы, как он выглядит? Или может, у них какая-то формула есть? Нейронные сети. Это модель искусственного интеллекта. Ну, давайте мы тогда совсем, простим, вот, представим, что мы все программисты, да, вот мы все программисты. Нам нужно вот что-то там запрограммировать, применив вот это то, что называют искусственный интеллект. Как это будет примерно выглядеть? Ну да, в программе. Какие три вот слова волшебные? Самостоятельное, приятное решение. А? Набор алгоритмов. Да. Нет, там уже не алгоритмов, там уже прямо три слова уже. И они вот прямо современными программистами воспринимают уже как искусственный интеллект. Вот. Самостоятельное принятие решения. Не-не, ихние слова, которые вот пишутся в самой программе. В самой программе? Ну, старты, нет. Горячо. Только вот другие три слова. Нематерные. Ну, когда-то в двоичных, а сейчас вот буквы ко мне пишут. Ну, чтобы вас не мучить, я вот... Ну, давайте так, по-другому вопрос сформулируем. При помощи каких трёх слов мы можем заставлять программу... Работать. Или... Вот, горячо, очень уже горячо. Ну, условия. Ну, да, вот эти логики. Вот, вот, вот. Else, true. In good, print. Их? И то. А-а-а. Помните, да? If, then, else. Не, ну, можно русским. Если, то, иначе. Вот. Если выполняются такие-то условия, или такие-то правила, или такие рулицы, да, то вот наступает вот такая-то светлая вот эра. А иначе будет вот так вот. И вот, по сути, все современные программы, да, они в той или иной мере вот могут свестись к этой вот формуле. Значит, на следующем практическом занятии мы с вами в рамках вот таблицы Excel, я почему говорю, к следующему занятию таблицу Excel выучить. То есть мы будем в Excel вот это вот программировать и будем программировать уже компьютерный психологический тест, вот, который будет обрабатывать данные и таким образом уже результаты давать. То есть, по сути, мы уже с вами вот этот искусственный интеллект вот ручками мы с вами создадим и его туда засудим. Вот. У нас, правда, не будет такой сенсорной системы, да, мы будем вводить данные с клавиатуры. Вот у нас клавиатура будет сенсорной системой, вот, которая будет получать вот эту вот информацию. Но зато вот здесь вся вот перерабатывающая система у нас будет вот такая. И вот, собственно, программисты всегда очень высокомерно относятся ко всем остальным профессиям, потому что они знают эти секретных три слова и говорят, что мы теперь можем запрограммировать все. Вот. Но, это, конечно, чудесно, что они знают эти три слова и даже знают, там, может быть, кроме Excel еще какие-нибудь языки. Вот. Но, допустим, то, что касается психологии. Например, мы изучаем какого-то, исследуем какого-то человека, да, вот, интересный человек занимается интересной деятельностью, там, какой-нибудь или спортсмен высокого уровня, или космонавт, или люди, которые бывают часто в каких-то экстремальных ситуациях, там, какие-нибудь там. Там, там, офицеры МЧС, которые куда-то ездят, да, и вот надо посмотреть, как, что, куда, да, и вот мы должны здесь теперь, собственно, написать. Если вот это, то вот это, иначе вот это. А вот это-то кто определит? Программист молодец, он знает язык, он знает этих три слова, он напишет нам программу, все. А вот само вот это, вот эти цифры, вот эти вот пороги, вот эти барьеры, кто их сможет определить, кроме как не специалист? И вот, собственно, когда тело касается психологии, да, вот мы с вами, я вам сегодня, собственно, и отвечаю на вопрос, где эти самые информационные технологии, где психология, и где информационные технологии в психологии. Вот программист знает язык программирования, он знает этих три слова, вы тоже знаете, что он программист, вот, тоже предполагаете, что вполне возможно он знает эти три слова, да, но теперь вы ему, вы, психологи, должны этому программисту теперь рассказать самую страшную тайну. Вот это, вот это, вот это, и вот это. То есть вы ему должны теперь выдать вот эти цифры, что если, если у него реакция на какую-то, какой-то раздражитель будет вот такая, то значит он себя поведет вот так, а иначе он себя поведет вот так. И уже программист будет сидеть там и что-то там программирует. Но вот эти вот цифры, вот эти пороги будете определять вы. Вот вы, вот вы как раз и будете их учиться определять, и на занятиях во психодиагностике, и используя различные тесты, различные методики, вот, и волшебные беседы. У нас просто все студенты-психологи, самый любимый метод у них это беседа. Вот таким методом вы узнали? Беседа. Побеседовали, и все, вот решили. Вот, как вот мы оказали психотерапевтический раздельщик, а мы с ним побеседовали. Вот, и все, и человек все равно, что он хорошо, у него все прошло, вот, у него все замечательно. Вот, и вот, собственно, если кто-то из вас, вот, в своей выпускной квалификационной работе, вот, будет использовать вот такую формулу, да, и где-то там, вот, применит, и откроет какую-то новую закономерность, да, вот, которую сюда введем, это будет здорово. Вот, а саму закономерность, саму закономерность мы с вами опять будем вот в рамках вот этой дисциплины, на этом же, на первом курсе, и изучать, а как закономерности вообще ищут, как их определяют, как их выполняют, как их записывают математическим языком, и вообще, откуда они берутся, и как это все выглядит. То есть, вот, на первом курсе у нас с вами стоит очень большая задача. Мало того, что мы должны разобраться с информационными технологиями, да, мы с вами должны еще разобраться с двумя мощными математическими аппаратами, характерными для этой информационной технологии. С одной стороны, научиться моделировать вот это развлечение, то есть, различает или не различает, а с другой стороны, мы с вами должны найти вот эти вот, научиться определять вот эти закономерности, которые мы потом будем рассказывать программисту, и он уже будет про них что-то там программировать. Вот. Поэтому к следующему занятию я уже предполагаю, что как минимум таблицу Excel, но все уже должны знать почти наизусть, и даже можете вот там где-то узнать, а можно ли вот эту формулу в Excel программировать. Ясненько, да? Так, чудесно. Так, следующая тема сегодняшнего занятия. Это... Можно сделать паузу, потом еще раз. Продолжение следует...